Если при региональной власти такая ситуация у них удалась и они договорились с присяжником министром и с присяжником главой администрации киевской и выделения земли, то в этот раз у них очевидно, что появились новые реализаторы или крышеватели этой схемы. Информационное сопровождение этого процесса осуществляется на страницах уважаемого издания Дмитрия Гордона. Постоянная публикация о том, что преследует правозащитников Дробикова, постоянно присутствует в издании Гордона. И буквально последние недели вырисовало конкретных уже исполнителей в самом министерстве агропромышленности, которым подают посыл со стороны общественности. Буквально в четверг этого, на прошлой неделе, в четверг 17-го числа, 16-го числа, был приглашен руководитель предприятия пущеводицы Кириченко в министерство агропромышленности. И в присутствии первого заступника министра и ввел разговор руководитель группы Радникиев. Такая интересная должность на громадских засадах. Руководитель группы советников министра, такой гражданин Леев. Леев, Леев, прошу прощения, Александр Сергеевич Леев. Это отдельная колоритная личность с большим списком деятельностей и в Крыму, как туристического министра туризма, и в НТКУ, как первого заступника руководителя телеканала. Сейчас он проявился уже здесь, в Министерстве агропромышленности. И, введя разговор, он указал руководителю предприятия пущеводицы о том, что мы рекомендуем вам вашего заместителя, который должен будет войти в курс дел и будет вашей правой рукой. Руководителем оказался такой гражданин Евгений Данченко, который является главным инженером предприятия «Новый продукт». То есть такая интересная схема вырисовывается, чтобы человек, депутат от сильной Украины в предприятии в Жашкове бросил работу и приехал с заступником на предприятие Киев, вот в Киев на пущеводицу. Вот таким интересным образом человек появляется здесь уже. Поэтому здесь длинная цепочка таких лиц, которая проявляется постепенно. И мы хотим проинформировать ситуации, что сейчас проводится журналистское расследование по фактам и связям между этими лицами. Причины, сейчас мы в ближайшее время будем с Данченко встречаться и выяснять причины, побудившие его бросить высокооплачиваемую работу в инновационной компании и приехать в город Киев. И также материалы мы, конечно же, сейчас готовим для передачи в антикоррупционное бюро и в правоохранительные органы.